8 часов 54 минуты, я как всегда в дороге, столы накрыты, погода солнечная, ну как, накрыты с катертями пока. Еду в АТБ, хочу купить кококолки, все у меня уже есть, а вот водички, минералки нету. Ой, сколько я поздравлений сегодня с утра принимала. Честно говоря, начинала принимать поздравления уже с 0,34 минуты. С 0 часов 34 минуты, представляете, девчатка? Так что всем огромное спасибо, но не только девчатка, и от мужчин принимала поздравления. В общем, снимаю влог этот, когда будете смотреть, не знаю. Жалко, что, мои дорогие, не можете ко мне прийти и сесть со мной за стол. Я столько вкусностей наготовила, правда, обыкновенной, простой, вкусной нашей еды. Так, привет, друзья, я взяла камеру Куки. Хочу привет всем вам передать. Сейчас, одну секунду, что-то с камерой. Честно, не умею снимать на этот телефон. Хочу всех поблагодарить за поздравления моей мамочки любимой. Я ее очень сильно люблю. Она сейчас без настроения, я могу ее понять. День такой у нее, день рождения всегда грустный праздник для именинника. Но для меня это самый-самый дорогой праздник в моей жизни родилась моя любимая мамочка. Я ее очень сильно люблю. Я хочу ей пожелать, чтобы она никогда-никогда не грустила, чтобы у нее было крепкое здоровье. Я ее очень сильно люблю, дорожу ею и буду делать все для нее, чтобы она была счастлива, чтобы она улыбалась, чтобы она была здорова. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за меня. Твоя доченька Людочка. Сейчас садимся за стол, немного покушаем, а отметим скромно, уютно, в семейном кругу. Обнимаю вас, дорогие друзья. Спасибо вам большое, что вы с нами. Ребята, я жива-здорова. Я вас всех приветствую. Сегодня 11 мая. Я сразу хочу попросить у вас прощения. В каком плане? Все ждали моих прямых эфиров на мой день рождения. Какое-нибудь такое развлекательное видео, как мы танцуем, как мы накрываем стол, как я встречаю гостей. Ну, бывают такие, знаете, непредвиденные события в жизни, о которых я не буду говорить. В общем, все хорошо, в принципе. Ну, я ничего не снимала. Это во-первых. Во-вторых, спасибо Игорю Александровичу с супругой Натальей, которые приехали, меня поздравили. Приехал брат со своей супругой, женой с Олечкой. Был Женя, была Вика, мама. Я очень много по телефону принимала поздравлений от вас, от моих зрителей. Очень приятно и в Телеграме, и по Вайберу, и так личные звонки принимала. Спасибо вам, девочки Света, Света, Ира, Лена, за денежные переводы. Правда, это было так неожиданно, я ничего не выставляла. Девочки подарили мне, материально, так сказать, поддержали. В принципе, мой, да, мой праздник, мой день рождения. Ну, во-вторых, в основном, друзья, я провела свой день рождения у подушки. У подушки. Я буду с вами честна, наверное, просто я какую-то депрессию поймала. У меня были очень тяжелые дни. У меня был март тяжелый, апрель тяжелый. Очень морально было тяжело. И, знаете как, каждая машина дает сбой. И вот я дала сбой, меня никто не узнавал, вообще не понимали, что со мной происходит. У меня поднялась температура, меня трусило, потом температуры не было, потом я опять садилась за стол, я выпивала, потом опять ложилась. В общем, друзья, у меня такого день рождения еще никогда не было. Со мной сейчас все хорошо, ну, если так это можно назвать. Знаете, бывает так вот в жизни, что как накроет, как накроет. И, несмотря на то, что меня смотрят, постоянные зрители понимают меня. Я надеюсь, и в этот раз вы меня поймете, что я, ну, немножко был сбой в моей программе. Такие вот цветочки мне подарил мой братик. Все вы знаете, что я люблю петунью. Таких вот горшках, в горшках. Вот, я очень рада. Мне, в принципе, ничего и не надо. Конечно же, мне много подарили и подарков, и деньги подарили. В общем, все было хорошо. У Люды там, если будет какое-то видео, там Вера была очень красивая, вся в белом, с прической. Ну, я, я как я. Людочка была, все хорошо. Девочки танцевали, веселились. Знаете, так все бывает в жизни. Знаете, как-то я вот... Ну, в принципе, оно вам и не надо. Надеюсь, мое психологическое состояние нормализуется, наладится. И впервые за три года или четыре года, что я два дня не выкладывала видео для меня. Ну, это на меня не похоже. Если это на меня не похоже, значит, ну, что-то серьезное со мной происходит. Ну, вообще, день рождения. Наверное, после этого дня рождения моего, что у меня было, и, наверное, больше никогда не буду любить свой день рождения. И, наверное, буду куда-то стараться убегать из дому, чтобы даже и не знать, и не думать, что идут года, а грусть, печаль в твоих глазах, а я не знаю, что тебе сказать. Вот я и не знаю, что вам сказать. Мамочка моя молодец. Убирала, мыла посуду. Сильно уставшие, конечно, мы. Сильно уставшие, потому что этот огород... Вы знаете, как пашем-пашем, а отдыхать мы не умеем. Мама уставшая, я уставшая. Люда тоже вся в заботах, хлопотах. В общем, получился такой немного грустный праздник. Я попытаюсь, там, Людочка мне скинет видео, там, где, может, пару кадров обязательно потом я смонтирую и вам покажу, потому что, правда, я знаю, что очень много людей ждало от меня всех вот этих вот празднеств. Ну, в принципе, друзья, мне больше нечего вам сказать. Всем вам огромное спасибо за поддержку, за поддержку моей семьи, моего канала. Иногда полезно посидеть в уголку. И так получается, что это было на мой день рождения. Я сильно долго не прощаюсь. Беру себя в руки. И опять пахать. Пахать. И стараться делать себе самой настроение. Я вас целую, обнимаю. Поверьте, все хорошо. Надеюсь, в дальнейшем со мной тоже будет все хорошо. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok